Здравствуйте, это программа Город С, я Елена Чернявская. Профессия археолога относится к тем немногим специальностям, которые окутаны ореолом романтики, таинственности и, если хотите, даже мистики. В представлении многих археологи сродни кладоискателям с одной только разницей, что для первых поиски древних артефактов это искусство ради искусства, а для вторых основной целью является нажива. Из-за отсутствия коростолюбия археологов зачастую воспринимают как людей, оторванных от реальности и погруженных в дела давно ушедших дней. Необходимо отметить, что археология относится к тем областям науки, которые не терпят случайных людей. Так ли это, спрошу у моего гостя Дмитрия Сташенкова, самарского археолога. Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич. Добрый день. Ну что же, в преддверии вашего профессионального праздника мы пригласили вас в студию поговорить об археологии. Вот не секрет, что под нашим городом хранятся до сих пор исторические ценности. Раскопки проводятся и проводились в различных районах города. Скажите, пожалуйста, а в каких раскопках участвовали лично вы? Дело в том, что, естественно, большая часть археологов работает не на территории современного города, а далеко за его пределами, в местах, которые были интересны древнему человеку, где они жили. Ну, если посмотреть количество экспедиций, в которых я принимал участие или где был организатором, то их количество давно уже перевалилось за сотню. Это действительно, в общем-то, у нас каждый полевой сезон по несколько разных экспедиций бывает. Что касается работ на территории, собственно, нашей области, то мы работали на севере области, работали на юге области. За ее пределами мы работали на территории Ульяновской области, на территории Татарстана, Подмосковья. А на территории городского округа Самара мы тоже проводили работы. Естественно, что здесь есть и разведки, но удалось провести целый ряд раскопок. В том числе мы копали крупнейший средневековый памятник на территории современной Самары. Это Барбашинский могильник. Обнаружили новые поселения в районе Студенного оврага. То есть это, в общем-то, то, что действительно нам удалось сделать. Это важно и для истории Самары тоже значимо. Но все-таки, если говорить о профессии, скажите, пожалуйста, как вы пришли к тому, чтобы стать археологом, это была ваша мечта, либо вы намеренно шли к этой цели. Что вы заканчивали? Заканчивал-то я наш государственный университет, Самарский государственный университет, исторический факультет. Но, естественно, что, как и большинство археологов, в профессии я шел с раннего детства. По крайней мере, сам я еще во втором классе решил, что я хочу стать археологом. При том, что ни одного живого археолога я до старших классов в школу не видел. Но как-то, наверное, получилось так, что попались хорошие книжки. Вот я с большим удовольствием вспоминаю книжку Альмарика Мангайта «Что такое археология». Может быть, она не такая красочная, не столь доступным для младшего школьного возраста языком была написана. Но это книга, через которую к археологии пришло целое поколение людей, которые стали археологами 70-е, 80-е, даже 90-е годы. Ну, а дальше, естественно, что постоянные занятия и в археологическом кружке, и выезды в экспедиции, но они просто утверждают уже в том желании, которое уже сформировалось у человека. Ну, вот у меня счастливый случай, мне нравится моя работа, и я вот с детства знал, что это будет моя судьба. Помните ли вы свою первую экспедицию, как она прошла и что было найдено? Ну, конечно, помню. На самом деле, я, конечно, очень хотел съездить в первую экспедицию еще, когда учился в школе, в старших классах. Просто я вырос на Украине, город Новомосковск, который стоял на реке Самария и стоит на реке Самария. Но в Новомосковске-то у нас археолога не видали. А в областном центре, в городе Днепропетровске, теперь это город Днепр, были археологии. Я туда начал в девятом классе ездить на занятия археологического кружка. Но после девятого класса, когда я хотел поехать вместе со студентами, практикантами Днепропетровского университета на раскопки, ну, вот как-то не сложилось. Мы не совпали. И узнать, где проводятся раскопки, мне как-то не удалось. Но с тех пор я решил, что когда я вырос, то я стану не просто археологом, но археологом, который еще и будет возить с собой детей на раскопки, чтобы вот такая ситуация, которая со мной случилась, она не повторилась в дальнейшем. Очень повторилась, да. И действительно, 25 лет я работал еще и педагогом дополнительного образования, вел археологические кружки. Ну, и детей мы с собой берем всегда и до настоящего времени. А что касается моей первой экспедиции, это была уже перестуденческая практика. Это были первые раскопки на территории Ульяновской области. Экспедиция под руководством самарского археолога Ирины Николаевны Васильевой. Мы копали тогда поселение Золотардынского времени у села Кременки. Это Старомайский район Ульяновской области. Ну, находки были, в принципе, обычные находки для этой эпохи. Фрагменты керамики, предметы из железа. Ну, понятно, было самое... Какие чувства испытали, когда вы лично сами что-то нашли, накопали? Ну, всегда интересно что-то находить самому, да. Но гораздо более яркие чувства археологи испытывают тогда, когда мы сначала предполагаем, что мы можем найти, там, выдвигаем какую-то свою гипотезу. Мы же не просто памятник накопаем, потому что не раскопывается. Нам хочется найти какую-то научную вести, да, решить какую-то научную проблему. И вот когда мы находим подтверждение, там, своим предположением, вот это действительно, это, ну, сложно сказать, это чувство и восторга, и глубокого удовлетворения. Это все будет, наверное, у каждого археолога. Ну, и, в принципе, вот с первыми такими еще глубокими эмоциями мне удалось, наверное, соприкоснуться уже во второй своей экспедиции, когда была наша студенческая практика. Это практика 87-го года, экспедиция под руководством Галины Ивановны Матвеевой, профессора, тогда доцента Самарского университета. Она проходила тоже в Ульяновской области на городе Честаром. Ну, вот как раз, наверное, вот этот памятник, он определил мою дальнейшую судьбу. Потому что там были слои эпохи раннего Средневековья и эпохи развитого Средневековья. И, в принципе, после этого, ну, для меня, в общем-то, уже особых колебаний не было, чем я буду заниматься. Я в начале программы сказала, что в вашей профессии, в археологии нет случайных людей. Вы со мной согласны? — Конечно. У нас просто профессия не самая, наверное, денежная, и люди, которые хотели бы на археологии как-то заработать, здесь не останутся. И профессия, которая сосредоточена на изучении какой-то научной загадки, научной проблемы, которые действительно, в общем-то, ну, тоже, наверное, не каждому нравится их разрешать. Ну, и самое важное, то, что до сих пор это профессия, которая связана с определенными физическими лишениями, потому что полевые условия, ну, тоже, наверное, не все, особенно сейчас уже новые поколения, которые привыкли к достаточно комфорту. — К удобству, комфорту, да? — В общем-то, наверное, жизнь в палатках, в отсутствии там нормальной воды, под дождем, и работа в таких же условиях, ну, наверное, тоже не всех устраивает. — Вот тест действительно, да, на профессию такой жизненный. — Ну, зато те, кто останется, те, кто выдержал один-другой полевой сезон, в общем-то, они остаются в профессии. — Вы сказали полевой сезон, вот второй раз уже эту фразу повторяете. Означает ли это, что раскопки всегда проходят летом? А что вы делаете зимой? — Ну, во-первых, раскопки проводятся не только летом, они проводятся в теплое время, ну, по возможности теплое время года, поэтому чаще всего они начинаются после того, когда сходит снег. И вот в этом году наш полевой сезон начинался в районе майских праздников, ну, и последние несколько лет он заканчивается у нас уже даже не с первым снегом, а с окончательным установлением там снежного покрова уже ближе там к середине, к второй половине ноября. То есть полевой сезон у нас длительный. А зимой, конечно, нужно обработать коллекции, потому что те материалы, которые мы достаем из земли, они зачастую настолько объемные, что для того, чтобы их раскопать, разобрать их земли не хватает. Да, и поэтому иногда бывает так, что мы вынуждены там на следующий год как-то сократить сроки своего полевого сезона, чтобы закончить обработку тех коллекций, которые у нас есть. Вот это лето жаркое, порадовало погодой, либо наоборот было тяжело работать в таких условиях? Да нет, на самом деле работать нельзя сказать, что было очень уж комфортно, потому что действительно целый месяц очень жаркой погоды был, и те дожди, которые сейчас уже начались в последние недели, зачем-то они помешали хорошему проведению, качественному проведению наших работ. Но, с другой стороны, нет. Хорошее лето? Хорошее. Ну, а потом самое главное, что когда начинаются интересные раскопки, когда идут хорошие объекты, хорошие находки, то, конечно, в общем-то, тут уже не обращаешь внимания на то, что жарит ли солнце. Ну, в конце концов, можно сделать обеденный перерыв побольше, вечером подольше поработать или рано утром встать. Ну, а под дождиком тоже, в общем-то, когда дождик моросит, работать еще можно. У нас есть видеосюжет о раскопке под Жигулевском. Вы тоже там принимали участие. Давайте вместе посмотрим, как все это происходит вместе с нашими уважаемыми телезрителями. Давайте посмотрим сюжет. Владимир Пяткин – студент третьего курса исторического факультета, будущий педагог. В археологических раскопках участвует с первого курса. Были, были здесь интересные находки. Мы не так давно нашли осколок серге металлический. Также здесь были пряслица, остатки амфоры греческой. Ну, так, интересные находки именно с точки зрения научного интереса. Эти раскопки, говорит, особенно интересные ребята под руководством опытных археологов ищут артефакты 8-9 веков нашей эры. В этот период в лесостепях, где теперь располагается Самарская область, царствовали хазары. Работы по поиску уникальных свидетельств истории под Жигулевском ведутся не первый год. Удалось выяснить, что место подходило для длительной кочевой стоянки разных народов. Доподлинно известно, что ступали на Самарскую землю древние венгры, а также кочевое население хазарского каганата, например, болгары. Одна из последних находок – печка Каменка повергла исследователей в шок. Дело в том, что такие печи характерны для славянских племен. Но до этого времени никто не знал, что славяне бывали на Средней Волге. И загадка о том, почему болгарского царя Алмуша в начале 10 века арабские историки-путешественники называли царем славян, похоже, наконец-то начинает разгадываться. Похоже, что в эпоху хазарского каганата сюда была переселена группа славянского населения. Это могли быть и мастера металлургии, кузнецы и земледельцы, которые должны были обеспечивать те вооруженные отряды, которые нужны были для контроля над этой территорией. Часто на месте кочевой стоянки удается найти погреба, ямы для хранения продуктов. Нередко встречаются остатки керамической посуды. При раскопках под Жигулевском удалось отыскать амфоры крымского происхождения. Очевидно, в них кочевники привозили вино. Поиски исторических доказательств будут продолжаться, а в 2021 году в Самаре состоится Всероссийский археологический съезд, на котором самарские ученые поделятся своими гипотезами с коллегами. Есть что вспомнить? Да, конечно. Единственное, что я должен поправить, что работы эти проводились не под Жигулевском, а под Куромычем, это в Урске район, около поселка Власть Труда. Под Жигулевском работают наши коллеги из ООО Гефеста. Они проводят раскопки раннесредневекового поселения. И там тоже были выявлены уникальные кремационные погребения. Ну, это действительно одна из самых интересных находок этого сезона. А на Власти Труда мы работаем с мая месяца, работаем и в настоящее время. И там, конечно, у нас очень интересный материал. Материал, который позволяет предположить, что вот как раз в Хазарскую эпоху у нас живут представители самых разных народов. Ну, собственно, как они живут, это мы и пытаемся понять во время раскопок. Дмитрий Алексеевич, насколько наш город представляет историческую ценность с точки зрения науки археология? Ну, если говорить не о Самарской области, а именно о городе, то город наш уникальный. Сейчас известно больше 30 памятников археологии самых разных эпох. И самое важное, что они относятся ко всем археологическим периодам, которые известны сейчас в современной науке. У нас есть памятники эпохи палеолита древнего каменного века. Человек, который оставил их, он был современником мамотов, шести с носорогов, бизонов. У нас есть памятники эпохи мезолита, неолита. Есть памятники эпохи бронзового века, тоже причем разных периодов. И есть археологические объекты, которые относятся к эпохе раннего Железного века, Средневековья. И Самара, конечно, это потенциальный замечательный археологический музей-заповедник под открытым небом. Если те известные археологам сейчас объекты подготовить к музификации, наверное, это действительно было бы той же мчужинкой, которая будет выделять наш город из других паузских городов. Ну, все мы знаем о раскопках и на Хлебной площади. А вот могли бы рассказать вы нашим телезрителям о них поподробнее? Ну, может быть, тогда несколько слов о том, почему начали проводиться работы на Хлебной площади. Дело в том, что эти работы начали проводиться в рамках той программы, которая должна была установить дату основания Самары. Был ведь вопрос о том, начать ли отчет истории нашего города с XIV века, когда на итальянских картах, ну, сначала это Франческо Доминико Пицегани 1367 года, потом на карте Фрамаура 1459 года был помещен населенный пункт с названием Самара. И нужно было понять, есть ли у нас на территории современного города археологические слои, которые можно было бы связать с этим временем, можно ли говорить о непосредственном развитии города, о преемственности того золотоординского поселения и русского поселения Самару уже конца XVI века. Ну, и, собственно, для этого у нас была разработана программа изучения археологических памятников на территории города, мы провели раскопки, в том числе, на нескольких памятниках золотоординского времени. Это был Барбашинский могильник в районе Барбашиной поляны современной и комплекс памятников в районе Студенного врага, где тоже хорошо были представлены находки золотоординского времени. Но для того, чтобы уже окончательно решить, связано ли как-то поселение эпохи Золотой Орды с Самарской крепостью, необходимо было провести работы на месте, собственно, где и была построена Самарская крепость в 1986 году. И для этого нам, конечно, хотелось в первую очередь исследовать территорию завода Клапанов, но на тот момент, это было в 2012-2013 годы, эта территория была занята, собственно, заводскими постройками, и работы там было проводить невозможно. Мы выбрали участок, который находится недалеко от этого места, это территория современной Хлебной площади, ну, бывшая полицейская площадь. И там, на участке, где, возможно, находила земляная крепость уже Петровской эпохи 1706 года, и был заложен основной раскоп. Ну, вот как раз об этих работах, я думаю, что жители города достаточно много знают, потому что и пресса хорошо освещала, да, мы, в общем-то, тоже постараемся как-то освещать эти вопросы. За несколько полевых сезонов, которые... Что уникального было найдено? Ну, во-первых, были найдены те предметы, которые позволяют охарактеризовать городскую культуру жителей Самары, ну, чуть более позднего времени, чем Засекинская крепость, конечно, это уже 18-й и даже в основном 19-й век. У нас достаточно большое количество бытовых предметов, и глиняной посуды, и подделки из кости, и плетеные даже лапти, которые хорошо сохранились. То есть это те обычные вещи, которыми пользовалась основная масса городского населения, вот уже той, теперь уже далекой от нас эпохи. В музеях собраний таких предметов нет, поэтому это уже важно. То есть имя очень бережно хранит артефакты, и можно понять, да, по ним очень многое. Ну, вот, кстати, как они сохраняются? Или это какие-то кусочки, останки, либо прям можно полностью воссоздать картину? Ну, в зависимости от почвенных условий, конечно, сохранность предметов, прежде всего из органики, будет разная. Из твердых материалов это же понятно, что орудия из камня хорошо сохраняются, железные, ну, коррозированные будут, но основа у них чаще всего сохранится, если это окованное железо, изделия из бронзы сохранятся, глиняная посуда сохранится, но она сохранится во фрагментах, потому что тоже ведь люди не выбрасывали целую посуду, они должны были разбиться, но ее можно будет склеить, если нам удастся добрать. А что касается органики, то органика сохраняется в исключительных случаях, если она попадает в какие-то особые условия, влажные условия, допустим, там, либо попадет куда-то на берег реки, там, вылистый грунт, либо вот какой-то случай, который был и в районе Хлебной площади. В Хлебной площади же на месте тех раскопов, которые начинали сначала наши самарские коллеги из педуниверситета и из госуниверситета, а потом продолжили коллеги из Саратова, там ведь начинались глубокие овраги, овраги, которые засыпались, ну, в основном навозом, то есть, в общем-то, надо же было куда-то девать. И вот как раз вот эта вот среда с насыщенной органикой, с влажными условиями, она и дала возможность сохраниться, ну, достаточно большому количеству изделий, из дерева, из кожи. И вот как раз эти вещи сейчас вот у нас находятся на обработке, и я думаю, что через несколько лет жители города в новой, я надеюсь, экспозиции нашего музея смогут увидеть эти предметы. Дмитрий Алексеевич, скажите, пожалуйста, а привлекается ли какая-то техника, вот, или все-таки все осуществляется своими силами и большинством случаев своими руками? Ну, естественно, даже если техника привлекается, это все равно своими силами, да, и нашими руками. Но все зависит от условий. Но, допустим, на той же Хлебной площади в момент начала раскопок слой 19-го, начала 20-го века был перекрыт техногенным слоем, слоем современного города, мощностью как минимум 2 метра. То есть, естественно, что эти 2 метра позднего, там, кирпича уже второй половины 20-го столетия и современных дней, ну, нет смысла копать вручную. Тогда привлекается техника, землеройная техника, которая позволяет этот слой снять под наблюдением. Ну, а как только появляются незадетые городские слои, все же археолог начинает работать лопатой. В случае обнаружения каких-то объектов, тут входят тоже и маленькие совочки, щетки, кисточки. Ну, все, как мы видим в кинофильмах. Дмитрий Алексеевич, а какая эпоха вам наиболее близка? Вот можете ли вы, к примеру, отличить камень, который держал в руках древний человек? Ну, у меня же специфика, я работаю в музее. Мы работаем с материалами самых разных эпох, и, в принципе, этим же связано еще и то, что мы выбираем памятники для раскопок, для нашей музейной экспедиции, в зависимости от того, какую эпоху мы хотели бы полнее показать нашей экспозиции. В экспозиции, да? Поэтому мы копали памятники и каменного века, и в том числе даже немножко полиолит, потому что мы проводили работы на комплексе стоя на постниковом овраге эпохи Мезолита, эпохи очень яркий памятник, мы раскопали, который относится к переходному периоду от камня к бронзовому веку, аналитические могильники, Екатериновский мыс, памятники раннего Железного века, средневековья, мы это все копаем. Поэтому, в общем-то, проблема в том, чтобы отличить каменное орудие, сделанное человеком, даже какой-то отдельный период каменного века, ну никакой нет. В общем-то, большинство археологов это смогут сделать. Другое дело, то, что, в принципе, специфика археологических предметов такова, что для того, чтобы глубоко разбираться в каких-то деталях уже, чтобы знать, чем изгиб венчика в одну сторону, оно там чуть больше отклонений, характер на элементации на посуде отличает одну группу на средней от другой, конечно, нужно заниматься тем более глубоко. И каждый из археологов выбирает себе какую-то специализацию. Вот для меня самое интересное – это период раннего Средневековья и начало уже эпохи развитого Средневековья. То есть это мои научные темы, связанные, в очередь, с этим временем. Подскажите, а вот обычный человек может отправиться в археологическую экспедицию, либо для этого нужно обязательно выучить, получить дипломы, сертификаты? Да, конечно, может. Но, опять же, главное, чтобы у него было желание, и главное, чтобы в будущем это не навредило тем же археологическим объектам, которые мы копаем. В нашей экспедиции ездят и школьники, причем школьники, естественно, что они самые разные. Есть те, кто занимается в археологических кружках. Сейчас, кстати, чистых археологических кружков на территории Самары уже и не осталось. Но кто-то в рамках археолога туристического направления, куберевического направления, по крайней мере, получает первоначальное представление об археологии. А бывают школьники, которые приезжают просто с педагогом-энтузиастом на наши раскопки, и с археологией они уже начинают знакомиться у нас в поле. Но, кроме этого, сейчас у нас достаточно активно начинает развиваться волонтерское движение. Вот мы уже второй год пытаемся работать с волонтерскими группами. В этом направлении волонтеры не отстают, да? Нет, не отстают. И самое главное, что у нас есть еще очень интересный, хороший пример. Вот в этом году мы работаем с новой для нас, ну, по крайней мере, для самарских археологов формой такого, ну, практически волонтерского движения. К нам в этом году на раскопки приехал студенческий строительный отряд «Архонт» из Санкт-Петербурга. 20 ребят, которые, ну, заинтересовались археологией и решили принять участие в наших работах. Это действительно очень здорово, и, ну, я надеюсь, что такой опыт будет использоваться и дальше. В дальнейшем. Ну, вот, а где сейчас в области проходят раскопки? Ну, если посмотреть на территорию нашей области, то, естественно, что работ, ну, достаточно много, очень много разведок, потому что разведки, они проводятся обязательно. То есть, то, что, прежде чем отправиться в экспедицию, проходит разведка территории, да? Ну, конечно, да. То есть, археолог-то и начинает свою профессиональную деятельность с того, что он учится проводить разведки и участвует сначала в чужих разведочных отрядах, разведывательных отрядах, потом уже проводит самостоятельные работы, и только после этого он сможет уже получить открытый лист, документ, который дает право на проведение сначала разведок, а потом уже раскопок. Ну, и вот таких разведок у нас на территории области уже в этом году прошло несколько десяток. Они обязательно предваряют любые крупные земельные работы на территории, не только нашей области, но и Российской Федерации. Ну, а раскопки проводились сейчас достаточно, крупные работы проводились уже на упоминаемом ранне-средневековом поселении около Жигулевска. Раскопки прошли на территории Красноярского района, около поселка Мирный, около Светлого поля. Там у нас очень интересный курган мы раскопали. Наши коллеги из педуниверситета раскопали поселения эпохи Мезолита, около поселка Качкария, это тоже Красноярский район. Проводились работы вот у нас насилища власть труда. Ну, в принципе, мы работаем во многих местах. Скажите, пожалуйста, а те артефакты, которые вы достаете из недр земли, они отправляются в музей, либо еще куда-то? Они не могут отправляться еще куда-то, потому что в соответствии с действующим законодательством через три года они обязаны поступить в государственную часть музейного фонда Российской Федерации. И поэтому в обязательном порядке археолог должен сдать свои находки в музей. А как определяется дальнейшее место жительства? Ну, здесь это связано с возможностями музеев, потому что, к сожалению, во многих даже наших крупных областных центрах Российской Федерации у нас отсутствуют условия для нормального археологического хранения предметов. И уже имеется случай, когда музейные сотрудники отказываются брать на хранение в крупные коллекции с массовым материалом. У нас пока еще это... Места есть, да? Возможности. Места уже очень немного. На протяжении нескольких лет мы, конечно, еще будем принимать коллекции, которые передают нам наши коллеги, естественно, свои коллекции тоже. Ну, а дальше проблема должна решаться на самом высоком уровне, потому что сейчас мы пытаемся ее решить тем, что мы включаемся в программу строительства Федеральных археологических фондов хранилищ, специальных больших помещений, где мы будем хранить находки не только с территории нашей области, но и с территорий соседних регионов, где подобных возможностей для хранения еще нет. Они принимаются на хранение вечно? О них, конечно, то, что встает уже на государственный учет, по определению хранится уже вечно. По крайней мере, пока существуют государства и люди на этой земле. Скажите, пожалуйста, а вот Самара часто ли преподносит сюрпризы вам, археологам? Есть примеры? Ну, конечно, потому что если говорить, опять же, о территории Самары как города, конечно, таких сюрпризов будет много, потому что на территории города продолжают обнаруживаться новые памятики. Ну, наверное, многие из вас слышали о раскопках, которые проходили непосредственно там уже в пригороде Самары, да, на территории южного города, где было изучено достаточно большое посередине Бронзового века. В районе Фрунзенского моста тоже, да? Ну, вот как раз в районе Фрунзенского моста нормально нам поработать еще не удалось, хотя там есть недалеко от этого целый ряд поселений, где тоже можно изучать памятники и конца Каменного века, и последующих периодов. Ну, просто в качестве примеров я хотел бы привести вот такой случай. Во время наших работ на поселении Студеный овраг мы раскапывали памятник эпохи раннего Железного века, памятник эпохи Бронзы, и неожиданно оказались там материалы, относящиеся к раннему и средневековье, причем к той группе, которую мы никак не ожидали увидеть. Это находки, которые связаны с населением колочинской археологической культуры, а это одна из раннеславянских культур, той культур, которая существовала в 5-7 веках новой эры, и которую археологи уже без сомнения связывали с раннеславянскими группами. И вот каким образом это население оказалось у нас, но это вот действительно загадка. И вот это вот одна из тех загадок, которые преподнес город Самара нам, современным археологам. Я думаю, таких загадок еще будет много. Да. Ну что ж, наша программа выходит в преддверии вашего профессионального праздника, Дня археолога. Примите поздравления, и хочу предоставить вам слово для пожелания вашим коллегам. Пожалуйста. Хорошо, спасибо. Ну, конечно, я хотел бы в первую очередь поздравить наших коллег, и тех, кто профессионально занимается археологией, и тех, кто оказался, ну, в воле случаях как-то причастен к нашей работе. Я, конечно, в первую очередь поздравляю с нашим праздником. Всем хотелось бы пожелать новых находок, удачного полевого сезона, сохранение наших памятников, чтобы они не разрушались, и, конечно, новых возможностей для исследований. Хотелось бы, чтобы каждый археолог получил возможность найти то, что он мечтает найти. Спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город Эсс». Всех причастных из Днём археолога. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова